МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но кто уйдет вместе с ним? Когда мы говорим о перезавантажении, то мы говорим о перезавантажении тех или иных руководителей, государства, а не только одного или другого сектора. От удара по Лисичанску погибли не совсем гражданские лица. Количество жертв именно говорит о чудовищности этого террористического автора. Для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция. Чрезвычайная ситуация в Чили. Более сотни людей погибло уже. Наш долг защищать наших соседей и их дома. А также, поскольку я знаю, что это волнует многих из вас, ваших домашних животных. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наш канал. Поехали. Россия собрала 500 танков, 600 единиц другой техники и 40 тысяч солдат на Харьковском направлении и готовится к наступлению. Пишет об этом Форбс. Собрали они такое количество войск возле Купенска. И авторы статьи считают, что Купенск может стать подарком Путину под выборы, если россиянам удастся его оккупировать. В это время в северной части Украины российские ДРГ все чаще пытаются перейти границу и состоят они из хорошо подготовленных офицерских групп из состава спецслужб. Состав ДРГ 10-12 человек. Все эти ДРГ из состава спецслужб РФ, а также главного управления генштаба РФ. Следует понимать, что это офицерские группы. Они имеют хорошую подготовку. Их цель – действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы протяженностью тысяча километров. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих. Не стоит забывать, и генерал Наев об этом напоминает, что северная граница Украины – это тоже линия боевого столкновения. Зеленский таки планировал сменить главнокомандующего. Об этом он сказал сам в интервью итальянскому каналу «Райя-1». Говорит, это кадровый вопрос и кадровый вопрос внутренний. Если мы говорим о перезавантажении, то я хочу, чтобы вы меня понимали. Когда мы говорим о перезавантажении, то мы говорим о перезавантажении тех или иных керевников государства, а не только одного или другого сектора. Потому что я думаю про это, про перезавантажение. Я в процессе в этом. Потому что не можно сказать, что одна человек, вы заменили и все, поехали. Ні. Ні. Это серьезная машина. И она зависит от многих процессов. И если мы хотим перемогать, мы все должны быть лидерами перемоги. Не втрачать надежды, не опускать руки. Никто из нас не может опускать руки. Поэтому, когда мы говорим о перезавантажении, это серьезный подход. Украинские медиа со ссылкой на свои источники утверждают, что вместе с заложенным будет отправлен в отставку и глава генштаба Сергей Шаптала. От удара по Лисичанску погибли мирные жители, говорят россияне. А потом ТАСС публикует информацию о том, что, скажем, там погиб так называемый министр чрезвычайных ситуаций, так называемый ЛНР. Я напомню, в ресторане «Адриатик» рядом с той самой пекарней проходил день рождения хозяина пекарни, на который, по всей видимости, и приехал целый министр, ну и еще несколько так называемых депутатов. И на это уже даже отреагировали в Кремле. Именно кроме как террористический акт, это по-другому назвать нельзя, продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, это чудовищный террористический акт и количество жертв. Именно говорит о чудовищности этого террористического акта. Для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция. Простой хозяин пекарни. Да, но забывает Песков огласить список тех людей, которые были в то время в месте удара. Польское военное командование сделало предупреждение пилотам, которые планируют летать в восточной части страны. Об этом оперативное командование сообщило в Твиттер. Польское агентство аэронавигационных услуг выпустило навигационное предупреждение об увеличении активности военных самолетов на востоке страны, в связи с, цитирую, незапланированными военными действиями по обеспечению нацбезопасности. Все это недалеко от белорусской и российской границ. В Украине, вероятно, придется мобилизовать больше людей из-за усталости, войск и количества потерь. Об этом говорит генерал Бундесвера, который возглавляет специальный штаб Украины в Министерстве обороны Германии, который координирует фактически всю военную помощь Украине, которая проходит через Германию от партнеров. Но при этом нужно учитывать демографическую и экономическую ситуацию, говорит генерал. Существует разрыв между возрастными группами сегодняшних 20-летних и 40-летних. Поэтому украинцы должны уделять не меньше внимания экономической жизнеспособности своего государства, чем его военной жизнеспособности. К слову, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты для продолжения военного положения и мобилизации еще на 90 дней. На этой неделе, скорее всего, и состоится соответствующее голосование. Лукашенко разрешил белорусским военным стрелять без предупреждения. Новые поправки в общевоинские уставы затронули статьи Устава внутренней службы о применении военными оружия против граждан. До таких поправок военный был обязан не только предупредить о применении оружия, но и выстрелить в воздух. Ну и теперь военный не будет нести ответственность за применение оружия. Тем более, если до этого применялась физическая сила, спецсредства или оружие в соответствии с уставами. На фоне непрекращающихся репрессий, зачисток, такое развязывание рук может означать только усиление давления на общество. Сегодня в тюрьмах, по данным правозащитников, находится 1414 политзаключенных. Политзаключенных об этом говорит весна. Организация, которая занимает защитой прав человека, диссидент Ибай, называет еще большую цифру, 1613. Всего же в реальности политзаключенных у нас в несколько раз больше. Опять же, это связано с тем, что многие не сообщают такие сведения или не просят получить статус политического заключенного, потому что в тюрьмах их сразу же определяют в экстремистский список, и они идут как первые правонарушители, идут в ШИЗО, идут под пытки, под репрессии, уже находясь в самих тюрьмах, используются как рабский труд в отношении их. Это еще одна тема, которую мы сейчас раскрыли, и на основании этого мы добиваемся введения очередного санкционного пакета в отношении режима Лукашенко за использование рабского труда в тюрьмах. То есть это все имеет просто колоссальный объем, масштаб, мракобесие, которое творит сейчас режим Лукашенко в отношении белорусского общества в центре Европы. Правительство Казахстана отправлено в отставку. Президент страны Касым Жамар Такаев подписал соответствующий документ, и теперь временно исполнять обязанности премьера будет Роман Скляр, который был первым заместителем премьер-министра. До назначения нового правительства этот Кабмин должен исполнять свои обязанности. Причины пока не сообщаются, но за последние два года Такаев два раза отправлял Кабмин в отставку в 22-м году после протестов и в 23-м году после выборов в Нижнюю палату парламента. Лесные пожары в Чили продолжаются, они уже унесли жизни более сотни человек. Все дело в том, что по всей стране около 160 очагов возгорания, большая часть из них в самой густонаселенной части Вальпараиса. Пожарным удалось взять под контроль более сотни очагов, но побороть все пока не выходят. Президент ввел чрезвычайное положение в Чили. Сегодня приоритетом, как мы уже говорили, но мы повторяем это, является спасение жизней. Пожары все еще продолжаются. Оказание помощи пострадавшим и скорейший контроль над активными очагами, с которыми ведется борьба. Наш долг – защищать наших соседей и их дома. А также, поскольку я знаю, что это волнует многих из вас, ваших домашних животных. С этой целью мы решили сохранить комендантский час, и он будет действовать столько, сколько потребуется, без каких-либо сложностей. Также и Министерство обороны получило соответствующие указания. Мы усиливаем военное присутствие в пострадавших районах. На легендарном стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси в воскресенье 19 июля 26 года пройдет финальный матч самого крупного в истории Чемпионата мира по футболу. Утверждено также и расписание матчей, крупнейшего в истории Чемпионата мира по футболу, в котором будут проведены 104 игры с участием 48 команд в 16 городах трех стран – Канады, Мексики и США. Игра открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 26 состоится 11 июня. Сюда – Де Мексика, Мехико, на стадионе Ацтек. Первый в истории мужской чемпионат мира по футболу, который будет проходить в Канаде, состоится в Торонто. Для нас большая честь быть здесь и сообщить вам, что США проведут свой первый матч Кубка мира 26-го здесь, в Лос-Анджелесе. КОНЕЦизм. КОНЕЦизм. Это он. Лайя-лелесе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Любая реакция важна для нас, важна для вас, ведь так становится нас с вами больше, и для YouTube, который показывает это видео большему количеству пользователей. На этом все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok